Вы смотрите отзыв об отеле Alba Marinaro. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Ode0880, который был в нем в 2012 году. Всем доброго времени суток. С одной-вторых спальной кроватью и еще один спальной кроватью. Писать буду про наш номер, в котором мы жили втроем. Начну с заселения. Прилетели утром, автобусом, от оператора, добрались до остановки номер 29. Времени, остановки по номерам, по порядку идут от центра города, возле которой находится Alba Marinaro. В отель заселялись в этот день компаний 6, 7 из России, только же выселялась, на стойке лежат списки вылетающих из отеля, то есть подглядели. Получили ключи от номера, поднялись, зашли и скажу правду настроение упало немного. Комната маленькая, в ванной душ, раковина, унитаз и биде шторки нет, полудырка для слива воды. Но это все ерунда, об этом я читал в отзывах и поэтому был готов к такому, вот только супруга до этого два раза была в Турции 4 звезды и 5 звезд, поэтому у нее на самом деле был спервошок от реальности. Больше расстроило отсутствие балкона в номере, так как можно ведь где-то сушить вещи, да и оговаривалось наличие балкона еще на берегу. Мы спустились вниз, попросили сменить номер, но девушка, дочь директора, забыла имя, ответила, что нужно решить данный вопрос с директором. В обед приехал директор, который говорит немного, чтобы понять друг друга достаточно по-русски, и мы договорились, что на следующий день нас переселят в номер с балконом. И он не обманул, фото номера выложил, в номере стол с зеркалом, телевизор, две кровати уже писал, два тумбочки, на балконе был один стул, балкон маленький, нужен только для того, чтобы сушить белье, бельевую веревку и прищепки я купил рядом с отелем в мини-маркете, так как, то и что было недостаточно было нам на третьих человек. После отпуска я веревку снял и с прищепками, только те, которые купил сам, забрал домой, про ванную комнату уже писал, кондиционер, работал хорошо. Уборку номеров делали каждый день, полотенце меняли через день или два, белье реже, около трех-четырех раз за две недели, но это не напрягало, так как это три звезды, и мы не поросяты вроде бы. Освещение работало исправно, один раз перегорела лампа, без проблем заменили. Чуть не забыл, не работал сперва кондиционер, ходил раз пять вниз, брал новые пульты. Не работал все равно, директор хватался за голову как так, только что съехали, работал, а мы заехали, не работает. Но все разрешилось как в комедии, директор понял, в чем подвох. В отеле два марки кондеров в номерах, и он мне просто давал пульт ИДУ от другой марки кондера, поэтому я не мог включить его. Очень долго и сильно извинялся. Оба посмеялись, все нормально. С водой ни горячей, ни холодной проблем не было, сантехника нормальная, я говорю о нашем номере 39, вроде бы был номер или 29, забыл уже, к дырке в полу тоже привыкли быстро, что удивило, так как. Не во всех три звезды бывает, предоставлялись шампунь, мыло, гель, душа, ванная и пластиковые стаканчики. Один, не было фена, точнее они есть на редсейпшене, но их ограниченное количество и нам не хватило, проблемой это не стало, пошел в хозяйственный мини-маркет. В 50 метрах от отеля и купил недорогой небольшой складной фен, пригодится в дальнейших поездках всегда. Розетки все работали нормально. Работал ли телевизор, не знаю, так как приходили в номер поздно, принимали душ, засыпали без задних ног, утром вставали, завтракали и уходили. В завтраке, если не спать до последнего и приходить на завтрак не ближе к обеду, то вам будет доступно, кофе, машина, работало вроде исправно, молоко, два вида сока, круассаны, джем, масло, сыр, бекон, печенье, сухари, типа тостов, кукурузные хлопья, белые и шоколадные, булочки, чай нам было достаточно. Ужин ужином были довольны, сыты. На первое подавали либо суп, либо пасту, на второе мясо, рыбу и на гарнироваще, один литр бутылка воды, на десерт фрукты были всегда. Один раз брали бутылку вина за деньги, недорого 8 евро вроде бы. Сын первую неделю не хотел есть пасту, так как 5 лет дети избирательны в еде. Но мы звали директора, просили принести просто макароны без соуса и сосиски и всегда. Сам директор с пониманием относился к просьбе и сам лично приносил сыну макароны с сосиской, только что с вареной, уна паста или паста балла, это макароны без соуса. За это были очень благодарны директору. Думаю не везде с таким столкнешься, причем замечу, всегда было это не с недовольной гримасой на лице, а с улыбкой и пониманием. Так что я просто смеюсь, когда читаю о том, что хозяин и персонал, это его дети, невежливые или хамят. Как вы себя ведете с людьми, так и люди к вам относятся, этот закон не отменял никто. У жены были правда вкусные, обеды мы не брали изначально, так как. В такую жару, супруга и тетя ели только фрукты в обед, покупали в мини-маркете, а мы с сыном ходили в кафе, ресторанчики, которых море в округе, в личку могу написать где какие, и обедали на 15-25 евро за двоих. Интернет, в отеле его нет, но есть в отеле напротив Маринелла, это отель брата-хозяина, там на террасе спокойно можно было посидеть и воспользоваться Wi-Fi, а вообще есть мова-кафе, куда мы ходили в обед. Где был Wi-Fi и мы обед совмещали с общением по скайпу с родными с родины. Пляж в трех минутах, 150 метрах от отеля, мы ходили на пляж номер 131, брали три лежака под один зонтом, зонт со столиком, фото будет, договаривались с ребятами на 20 евро. В сутки, торгуйтесь, не стесняйтесь, так как просили изначально 27 евро. С пляжа в обед уходили, с 12-00 до 15-00, там находиться под палящим солнцем просто опасно, сгорите, оставляли полотенце и круг, лодку надувную на лежаках, возвращались после обеда, все было на местах, не воруют, ребята следят хорошо или просто там не принято воровать, это не Россия. Не дешево, но скажу, что пляж этого стоит. На пляже есть прокат катамаранов с горками, фото будет 10 евро час, брали один раз, понравилось. В общем, отель своих малых денег стоит. Хозяин и его дети молодцы. Когда мы вставали рано утром на экскурсии, в 4.30 и 5.30, смотря куда ехали, то нас кормили завтраком без проблем, надо только накануне вечером предупредить ребят, персонал, и все будет хорошо. Не бойтесь выбирать этот отель, если вы будете как и мы в нем только завтракать, ужинать и спать, для этого есть там все, только возьмите с собой фен и заранее оговорите номер с балконом, если вам это необходимо. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»